Евразийское развитие Евразийское экономическое союзе, с чем я всех нас поздравляю, я думаю, здесь собрались в основном сторонники интеграции. Но вот мы, в общем-то, с таким, можно сказать, драматическим названием начинаем заседание семинара. Ну и мы считаем, что это обоснованно, сколько по предварительным нашим оценкам все-таки Евразийский экономический союз в том формате, в котором он сейчас сформируется, не будет достаточно, так скажем, для того, чтобы стабилизировать международную обстановку в Евразии, для того, чтобы обеспечить реальное повышение качества жизни. Ну и дальше мы попытаемся, я попытаюсь изложить, почему мы так считаем, и какие-то позиции по тому, что должно быть сделано. Итак, я бы хотел начать с восстановки проблемы. Пожалуйста, следующий слайд. На мой взгляд, в этой статье сформулировано, ну, скажем, сформулировано то, что можно считать критерием эффективности евразийской интеграции. Вот этот текст приведен справа. Здесь Владимир Владимирович говорит о том, что мы предлагаем модель мощного наднационального объединения, способного стать одним из полюсов современного мира. И далее, что сложение природных ресурсов, капиталов, сильного человеческого потенциала позволит Евразийскому союзу быть конкурентоспособным в индустриальной и технологической гонке, в соревнованиях за инвесторов, за создание новых рабочих мест и передовых производств. То есть речь идет о создании полноценного экономического, промышленного, технологического и геополитического полюса одного из важнейших элементов новой, по сути, глобальной архитектуры безопасности и развития. Исходя из такого понимания, по сути, целей евразийской интеграции и критерий ее эффективности, Мы еще на прошлом семинаре, пожалуйста, следующий слайд, говорили о том, что формирующийся Евразийский экономический союз вряд ли будет достаточен для обеспечения эффективной евразийской интеграции. В частности, мы приводили следующие, скажем так, недостатки в российском подходе к интеграции в Центральной Азии. Это фрагментация политики России в регионе, то есть Россия делает акцент на сотрудничество с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, при этом, по сути, игнорируя, дистанцируясь от Узбекистана, от Узбекистана. Это замкнутость в пределах сырьевых проектов и это отсутствие полноценных производительных сил. То есть, по сути, способности России реализовывать своими силами крупные промышленные инфраструктурные проекты в регионе, что критически важно. Это и уславливает замыкание интеграции в рамках процесса формирования правовой основы общего рынка, что, конечно же, очень важно, но этого явно недостаточно. Скажем, для примера, Кыргызстан, который сейчас одобрил дорожную карту присоединения, мы сначала говорили, что к таможенному союзу, сейчас отомбает прозвольство, что сразу к Евразийскому экономическому союзу. Деиндустриализированная страна, которая уже входит в ВТО, для нее вхождение в Евразийский экономический союз будет означать увеличение таможенного тарифа, подорожание всех продуктов буквально, то есть, по сути, очень серьезный удар по благосостоянию населения. При этом, поскольку промышленности нет и особого поиска рынков сбыта нет, плюсов, в общем-то, очень мало, мягко говоря. Именно поэтому уже сейчас, сегодня оппозиция выступала в Бишкеке против присоединения к таможенному союзу. И в целом аналитики оценивают, что если просто в рамках формального присоединения к повышению таможенного тарифа, дальше адаптация нормативно-правовых актов к требованиям Российского экономического союза без каких-либо там промышленных проектов инфраструктурных, то просто это может привести к очередной смене власти насильственной в результате взрыва недовольства и, ну, по сути, дестабилизации региона. Вот, на мой взгляд, эта ситуация с Кыргызстаном является весьма показательной, в плане того, вот, в каком, в каких обстоятельствах, да, состоялось сегодня подписание договора о создании Евразийского экономического союза, мы вспомним здесь и другие обстоятельства, да, то, что Александр Лукашенко, уезжая в Казахстан на подписание договора, сказал, что этот договор слабый и не соответствует ожиданиям Беларуси, и предложил, по сути, как приложение к нему подписать, такой составит документ об изъятиях, существующих изъятиях и исключениях из договора, и о порядке их ликвидации в режиме. Мы помним то, что вот сегодня подписан договор, через три дня вступает в силу запрет, введенный по листам Казахстана на импорт алкоголя из Беларуси и России в Казахстан. Ну, в общем, довольно много обстоятельств, которые связаны с тем, что сам по себе проект вовсе не является, скажем так, беспроблемным. Очень ярким с точки зрения недостаточности, мне кажется, нынешнего формата интеграции является кризис в Украине, потому что мы видим, что, несмотря на все, скажем так, обстоятельства, несмотря на все просто бесчисленные ошибки новой власти украинской, в принципе, евразийская интеграция, евразийский экономический союз для большинства населения Украины так и не стал привлекательным, так и не стал, скажем так, проектом будущего, проектом, с которым они готовы были связать свое будущее. И мы видим, что, по сути, пророссийские силы ведут борьбу в этой стране под лозунгами, в принципе, сугубо негативную. То есть антифашизм против культа, против фашизма, против неонацизма, а, по сути, позитивных лозунгов очень мало, и это более чем показательно. И еще один показатель такой очень яркий слабости в данном формате позиции России, это, например, то, что Крым, который достался России очень большой ценой, сейчас идет информация, что глубоководный порт в Крыму, мост через Керченский пролив будут строить китайцы. То есть вот это отсутствие, по сути, у России полномасштабных производительных сил, отсутствие способности реализовывать такие проекты, оно аннулирует даже те скромные завоевания, которые есть. Следующий слайд, пожалуйста. Да, ну здесь один из вызовов интеграции, на которую не дает ответ договора в Евразийском экономическом союзе, это третья индустриальная революция. По сути, из текста договора и предложения к нему не следует ничего в плане того, как все-таки наши страны будут этот вызов, скажем так, брать, как они на него будут отвечать. А если посмотреть статьи, да, трех президентов, мы помним, тогда в «Известиях» вышли статьи трех президентов, еще Оскара Акаева, первого президента Кыргызстана, то там, ну, все равно акцент делается на привлечении инвестиций, но с учетом нынешней, по сути, напряженной, да, и дестабилизирующейся международной обстановки, надеяться на то, что иностранные инвестиции помогут нам, допустим, взять в язык третьей промышленной революции, это просто, так сказать, ненаучная фондастика. Следующий слайд, пожалуйста. На мой взгляд, главная проблема, которая вытекает вот из такой постановки вопроса, которая сегодня существует, это проблема мотивации самой Москвы на интеграционный проект. В частности, вот посчитали, да, сами россияне, Шаталов, замминистра финансов, привел такую цифру в недавнем, да, интервью агентства «Рейтер», что ликвидация всех изъятий ограничений, то есть то, что, ну, должно произойти там в течение ближайших лет в рамках Евразийского экономического союза, будет стоить России порядка 30 миллиардов долларов в год. Вот, то есть по Беларуси мы знаем, что изъятие ограничений, связанное с почвами на нефтепродукты из российской нефти, это где-то 3,5 миллиарда в год, а все остальное, это существующие квоты, это доступ к труброводной инфраструктуре и так далее, и так далее, и так далее. Всего порядка 30 миллиардов долларов. Возникает вопрос, за что Россия будет платить эту цену, да? Мы знаем, что на сегодняшний день договор о Евразийском экономическом союзе сведен именно к формированию общего рынка, полностью лишен политической составляющей, то есть это не мощное национальное объединение будет, это, по сути, ну, скажем так, договор, регулирующий правила общего рынка. И, ну, именно за этот, так скажем, слабый, да, вариант Евразийского экономического союза, если кто видел первоначальный проект договора, там было гораздо более насыщенный, там предполагалось больше национальных полномочий, там предполагалось, по сути, независимое право-субъектность союза на международной арене, ну, там целый ряд позиций, вот, так вот, за вариант, по сути, слабого этого экономического союза, Россия должна платить те же 30 миллиардов долларов, при этом непонятно, что она приобретает сама, потому что, не меняя собственную промышленную политику, Россия никаких выгод от интеграции не получает, ну, просто их негде обнаружить. Угроза, в общем, реальная угроза, я думаю, из всего этого может быть выведена такая, что сам процесс евразийской интеграции, если его не усилить, если его не сделать эффективным, может принести к дискредитации самые интеграционные идеи, и, по сути, завершится окончательная дезинтеграция евразийского пострадания. И это, собственно, главный вопрос. Так, следующий слайд, пожалуйста. Движение развития и студиямографии миграции регионального развития, наш центр стратегических и международных политических исследований, мы работаем в рамках проектного подхода и в рамках разработки принципа развития. И в рамках этих подходов мы предложили, предлагаем метод совместного развития, как метод эффективной евразийской интеграции. Сама по себе категория развития обозначает капитальное структурное усложнение систем жизнедеятельности на основе собственных оснований, но при этом за счет управленческих усилий, за счет выдвижения проектов в будущем. И, в принципе, осмысляя то, что такое развитие, мы понимаем, что политика СССР на международной арене, политика экспорта институтов, науки, образования, промышленности в развивающиеся страны, это была политика экспорта развития. И это принципиально отличается как от того, что сегодня делает Китайская Народная Республика, например, так и от того, что традиционно делают страны завтра. Потому что СССР, будучи, обладая огромным ресурсным потенциалом и будучи плановой экономикой, не стремился, соответственно, получить во что бы то ни стало доступ к ресурсам природным и превратить свои страны-партнеры в рынки сбыта своей промышленной продукции. На мой взгляд, честно говоря, еще раз что-то перечитывая, я думаю, мне кажется, что суть политики СССР состояла в том, чтобы, по сути, способствовать формированию суверенных государств по всему миру. И это для СССР был единственный, возможно, эффективный способ конкурировать реально с США и другими странами Запада, которые в целом по экономическому потенциалу многократно превосходили Советский Союз. Там от двух до трех раз, то есть после войны сразу это было более чем в три раза США превосходили, а к началу перестройки это было где-то 2-1,9 раза. С точки зрения советского опыта, ну, советский опыт состоял все-таки в основном в экспорте институтов развития в менее развитые страны. Сегодня мы выдвигаем доктрину совместного развития, как доктрина, по сути, сотрудничества равно развитых стран, в выходе на следующий уровень развития, в создании новых инфраструктур, реализации природных проектов и формировании новых институтов. И в этом смысле евразийское развитие – это, прежде всего, совместное развитие России и других государств Евразии, но при этом организуемое с учетом тех геополитических реалий, которые существуют в Евразии, и во многом для, скажем так, управление этими геополитическими реалиями имеется в виду, что проекты развития позволяют разрешать сложнейшие противоречия, которые существуют в Евразии, например, тоже водные противоречия между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, и другие проблемы. В этом плане мы считаем, что вот если подходить с точки зрения такого подхода, и если предполагать, что евразийская интеграция должна реализовываться, как евразийское развитие, то необходимо сразу выделять регионы интеграции. Следующий слайд, пожалуйста. Для каждого из которых характерно собственное содержание интеграции, то есть ни о какой единой евразийской интеграции, ну, в неком собирательном смысле можно говорить, но методологически необходимо различать эти разные регионы. Регион 1 – это то, что мы называем Новым Средним Востоком, это интеграция со странами Центральной Азии, большой, так называемый, Центральной Азии, при нацеленности на интенсивное сотрудничество с Афганистаном, Пакистаном и Ираном, и выход, таким образом, к Южным морям. Цифра 2 – это так называемый проект «Большой Кавказ». У нас Вера Васильевича Крупнова, у института было несколько публикаций по этой теме. Здесь речь идет о формировании зоны стабильности и социально-экономического развития на основе совместных усилий России, постсоветских и кавказских государств, а также Ирана и Турции. Третий, по сути, проект интеграционный – это интеграция с Украиной. Речь здесь, по сути, шла и идет о прежде всего для начала прагматической интеграции, связанной с промышленной кооперацией, военно-промышленный комплекс, электроника, приборостроение, авиастроение, безусловно. И затем, по мере продвижения этого процесса, строительство на этой основе совместными усилиями России, Украины и Белоруссии проекта, который мы называем «Новая Центральная Европа». Четвертая зона – это интеграция России и Белоруссии в рамках союзного государства и участие Белоруссии в проекте «Новая Центральная Европа». И пятая зона – это интеграция России и Монголии в рамках задач по, по сути, формированию центра опережающего развития на российском Дальнем Востоке для того, чтобы Россия полноценно присутствовала в этом важнейшем динамическом регионе. Все эти интеграции, они совершенно разные, то есть у них даже совершенно разная, скажем так, отправная точка, да, потому что с Белоруссией союзное государство уже существует, и это, ну, по сути, самая глубокая интеграция на всем посоветском пространстве. С точки зрения, допустим, Кавказа, ну, там совершенно другая ситуация. Грузия, Симпаджан, ну, совсем другое, ну, и так далее. Украина сейчас, понятно, это вообще проблемный регион. В общем, суть в том, что необходимо подходить к каждому региону самостоятельно, но с единой главной целью – наладить сотрудничество между государствами, наладить их сотрудничество с Россией вокруг проектов совместного развития. И следующий слайд, пожалуйста. И, на наш взгляд, вот этот подход с геополитической точки зрения прямо противоположен подходу Бжезинского, который он изложил в своей книге классической, и которую он назвал «Концепция евразийской шахматной доски», где вот он выделяет следующие, да, регионы Евразии, и, по сути, утверждает, что необходимо сохранять разделенность Евразии для того, чтобы предотвратить формирование регионального гегемона и державы, которая способна бросить вызов США. И в этом смысле, да, то, что вот на его схеме между Западом и средним, средним пространством, да, между Югом и средним, между Востоком и средним пространством, в его логике должен быть лимитров, должны быть режимы, которые управляют и США, как и нерегиональные державы, для того, чтобы ограничивать экспансию, ну, любого из этих субъектов, да, будь то Западная Европа, Россия, Китай или Индия, например, да, или мусульманские. Вот. В то время как наш подход состоит в обратном, что эти лимитров, это в зоне, так сказать, в которой в жизни предполагает формирование лимитров, должны быть созданы зоны опережающего развития и стабильности, и безопасности. В наших докладах, в общем-то, мне кажется, довольно исчерпывающе, там, на примере, в частности, новой Центральной Европы, на примере Афганистана, последний доклад, на примере доклада по Сибири, показывается, какие, скажем так, предметные проекты и меры могли бы лечь в основу реализации данного подхода по конкретным регионам. Поэтому я на этом останавливаться не буду. Ну, в доступной литературе, если что, можно потом дополнительно обсудить. В чем, собственно говоря, это вот наш подход в общем плане? Если переходить в план практический, то в чем состоит проблема? Следующий слайд, пожалуйста. С нашей точки зрения, вот из-за тех издержек, о которых я говорил выше, главная проблема состоит в том, что, собственно, в Москве, российскому руководству, ну, скажем так, в большом собирательном плане, стеблишменту, интеграция-то как раз-таки и не нужна, потому что она предполагает огромные издержки. Ведь исходно Евразийский экономический союз, вернее, Евразийский союз в целом, скажем так, за ним стояло несколько идей, да? Одна идея была либеральная империя, которую сформулировал Чебайс еще в первой половине десятых годов, да? Первый, первого десятилетия, ну, 21-го века, под который понимается, по сути, получение контроля над экономическими, финансовыми активами окружающих стран, политического контроля для того, чтобы обезопасить этот контроль, без какой-либо ответственности за территорию, население, социально-экономическое развитие, как некий тотальный феномен. Второй подход — это военно-политический блок, ну, здесь все понятно, формирование военно-политического блока. Либеральная империя, как мы уже неоднократно обсуждали, не получается по какой причине? По той причине, что, собственно, никаких таких крупных богатств в окружающих странах, которые можно было бы украсть, и, скажем так, при этом не иметь дела с самими странами, с их населением, у них не существует. Потому что именно Россия поставляет энергоресурсы, да, во все окружающие страны, ну, не считая Казахстан. И в этом смысле от интеграции этих стран с Россией, ну, по сути, интеграция этих стран с Россией в существующем режиме приводит только к тому, что Россия должна предоставлять набори любых условий, да, энергоресурсы. А это, ну, прямо противоположно логике либеральной империи. Что касается военно-политического блока, то эта идея тоже трудно реализуема. Почему? Потому что, во-первых, она очень сильно затратна. Во-вторых, потому что обеспечить в той же Евразии, допустим, как это делают американцы, некий военный контроль, не обеспечивая контроль экономически, невозможно. В чем принципиальное отличие американцев, допустим, от россиян, от России, США, от России, их присутствия, военного присутствия в регионе? Отличие стоит в том, что Россия заинтересована в стабилизации региона, например, центральной России. В ликвидации угроз, которые могут и угрожать из-за этого региона. В то время как США заинтересованы, прежде всего, в сохранении управляемости ситуации и их возможности небольшими силами повлиять на развитие ситуации. То есть для США некая управляемая и, скажем так, контролируемая в определенных пределах, допустим, дестабилизация Центральной Азии не представляет собой проблемы, чего не скажешь о России. И Россия в этом смысле должна присутствовать совсем по-другому. Ну, на мой взгляд, Москва вот в этом... Ну, третья опция — это отказ от интеграции. Мне кажется, это тоже абсолютно тупиковая опция. Мне кажется, еще некоторое время, возможно, год, два, три, Москва не сможет сделать окончательный выбор и не сможет выйти на новый проект интеграции. И поэтому вот для меня, как гражданина Республики Беларусь, скажем так, страны, которую можно назвать условно малым государством в регионе, очень важно подчеркнуть, что ответственность за развитие могут нести не только большие государства. Да, мы все смотрим на Москву и все же направлены действия от Москвы. Но ответственность могут нести немалые государства. Следующий слайд, пожалуйста. Потому что в этих условиях, когда Москва, скажем так, находится в неком промежуточном состоянии и не может решиться на окончательное формирование мощного интеграционного образования, малым государством остается, по сути, выбор между тремя опциями. Первая — это лимитровство или геополитический шантаж. Ну, мы понимаем, что это такое, и мы понимаем, что в условиях обострения международных противоречий, по сути, возможности, вернее, возможности для такой политики расширяются, но расширяются очень сильно и риски такой политики. Потому что чем обернется этот шантаж в условиях расширения применения силы в регионе, это большой вопрос. А вторая опция — это так называемый фрирайдинг. Это такой термин, я даже не знаю. Ну, условно, фрирайдинг — это ехать с зайцем. То есть речь идет о том, что входить в интеграционное образование, но стараться там не исполнять свои обязательства, а лишь использовать те преимущества, которые они дают. Понятно, возможности для такой политики тоже весьма и весьма ограничены в современных условиях. Причем это связано как с обострением международной обстановки, так и, например, с ухудшением обстановки экономической. То есть так, что, допустим, как мы знаем, Беларусь в 2012 году смогла получить дополнительные доходы, обойдя некоторые ограничения в рамках таможенного союза, ну, очевидно, таких уже больше возможностей не представится. Ну и третий вариант, который мы предлагаем, — это концепция ответственности за развитие. Это политика, исходящая из принципа ответственности за развитие. Речь идет о том, что малые государства тоже несут ответственность за развитие и, более того, могут предпринимать совершенно конкретные определенные действия для того, чтобы менять позицию Москвы в том числе, для того, чтобы навязывать повестку развития, повестку евразийского развития в рамках всего формата евразийской интеграции. Вы знаете, ну, вот опять же, как представитель, так сказать, малого государства, я хочу сказать, что все привыкли обсуждать неправильную политику Москвы и, безусловно, такое обсуждение имеет абсолютно право на существование и, безусловно, является обоснованным. Но при этом все-таки мы видим и по государствам Центральной Азии, и по Украине тем более, и по Белоруссии в определенных моментах, что сами эти государства тоже не стремятся, скажем так, ставить на повестку дня принцип развития и влиять на Москву для того, чтобы склонить ее к такой политике развития. Вот, например, есть проект корпорации сотрудничества со странами Центральной Азии. Этот проект выдвинул Госнаркоконтроль России, ПСКЛ, как инструмент, который за счет экономического развития стран Центральной Азии позволяет, по сути, резко снизить давление наркоэкономики Афганистана на Россию и на всю Евразию. Институт демографии и миграции и регионального развития имел непосредственное отношение к разработке и концепции самой. У нас был проект и есть проект корпорации развития Центральной Азии. Вот, и сами проекты целый ряд разрабатывали на физике наши. Но вот, ну, сейчас, по сути, продолжается обсуждение этого проекта в правительстве Российской Федерации. Там нет денег, ну, все как обычно, бюрократия процветает. Но у меня возникает вопрос, ну, а почему, например, руководство Таджикистана и Кыргызстана, которые бы очень сильно выиграли от создания такой структуры, когда их получили бы огромные инвестиции, почему бы ему публично не выступить и не сказать, что... не обратиться к Владимиру Владимировичу и сказать, что мы поддерживаем этот проект, мы считаем его очень перспективным, очень нужным, и мы хотели бы, чтобы он был верен. Такого обращения не было. Я не знаю, по какой причине. Мы то ли не знали, что обсуждение идет, то ли еще по каким-то причинам, неважно, но факт тот, что каких-то серьезных действий со стороны государства Центральной Азии для того, чтобы поставить на повестку дня и бразильское развитие, тоже не было. В принципе, что-то близкое, ну, можно сказать, при всех моментах и, допустим, про Беларусь, где у нас за последние несколько лет отношения с Россией почти полностью сведились к вопросу о нефти, об условиях доступа к нефти и так далее, что, на мой взгляд, совершенно неправильно. И в нашем докладе союзное государство 2.0 мы попытались выйти за рамки этой ограниченности и предложить какие-то другие направления и развития союзного государства. Иными словами, базовая проблема для малых государств, так их назовем, состоит в том, что в них самих повестка евразийского развития не является главной, не является ведущей, а они, по сути, склоняются к двум другим, ну, то идут на интеграцию, что-то склоняются к двум другим стратегиям интеграции с Россией. И, на наш взгляд, именно это необходимо менять, потому что лозунг момента, просто следующий слайд, состоит в том, что евразийское развитие должно быть поставлено на повестку дня евразийской интеграции. Следующий слайд, пожалуйста. Вот так мы это формулируем. И, на наш взгляд, конечно, здесь ключевая роль принадлежит экспертному сообществу, общественным структурам, потому что, скажем так, для того, чтобы работать с элитами, для того, чтобы работать с эстеблишментом и российским, и самих стран, кто-то должен эту работу начинать, начинать ее на бескорыстных, безусловно-общественных началах, как и начинается всякое хорошее дело. И именно в этих рамках студии Моноракии генерации регионального развития и Центр стратегических внешнепоэтических исследований запустили стратегическую сетевую программу евразийской развития. Мы надеемся, что за определенное время, вот наш семинар является частью этой программы, мы надеемся, что за определенное время мы сформируем, возможно, во всех странах вот этого региона, да, который здесь так причудливо обозначен, некие группы, команды национальные, которые будут повестку евразийского развития прежде всего разрабатывать для своих стран, да, потому что для каждой страны это огромная работа, потому что это, с одной стороны, конкретные проекты, да, лучше всего переведенные в формат стратегических инвестиционных проектов с конкретным пониманием сумм, да, эффектов, которые могут получаться, там, сроков возврата и так далее. Вторая составляющая, на мой взгляд, очень важная, это сама выработка концепции евразийского развития в национальном контексте каждого государства, потому что у каждого государства своя культура, своя история и, соответственно, свое понимание, в том числе евразийского развития в каких-то любых аспектах и свой дискурс евразийского развития, что крайне важно учитывать при работе с каждым государством. Ну и третий момент, это, конечно, само формирование сообщества развития, которое втягивает в повестку евразийского развития, конечно же, и руководство страны, госаппарат, и ставит на внешнеполитическую повестку своих стран евразийское развитие для того, чтобы оно стало главным содержанием евразийской интеграции. Мы такую работу проводим, у нас, допустим, там, более активно по Таджикистану, ну, естественно, и в Беларуси идем, мы, я думаю, что будем активизироваться и в других странах. Важным моментом этой работы будет медийная площадка. Мы планируем в ближайшее время создать средства массовой информации, ну, в формате, естественно, интернета, поскольку это наиболее технологично неприемлемая, посвященная евразийскому развитию. И, собственно говоря, приглашаем всех желающих, всех, кто считает это нужно, участвовать в обсуждении и в продвижении повестки евразийского развития. Я все. Спасибо большое за внимание. Пожалуйста, мне бы очень важно было бы услышать мнение коллег по поводу высказанного. Каково оно? Пожалуйста, ваши реплики. Еще раз представьтесь, пожалуйста. Продвижущийся. Меня зовут Тьюмакбулов Амир Малсурдович. Я председатель потребительского граммного оператива ПАК, что у нас чистый. Добро за добро. Он был создан для продолжения эксперимента, который прошел в большинской деревне Шевурат. Можно слышать, Шевуратики, да? Местная наканная, на счет логиницы, чтобы спасти до инвеста, доказать. Моя потребительство. Я полностью разделяю все тезисы и положения. Тем более, Левна Сильшкова, я очень давно знал. И вполне, как я считаю, я вижу, очень молодые, любично оснащенные помощники появились. Но, тем не менее, я хочу сказать, что действительно, либерантная империя и силовой блок существуют. Но я бы хотел сказать, что персонифицированность сейчас, в смысле, развилка произошла в 2008 году. То есть, либерантный блок от Медвии, силовой это Иванов. Сергей Борисович. И вот эта вот развилка, к сожалению, Василий Чеванов, Иванов, это администрация президента, Медведев, это правительство. Оно привело в ступор, хотя вот эта вот коалиция малогосударства относится к Кремлю как единственным целям, но мы не понимаем, что там бачи, между собой спортом, и берутся, да? А здесь еще две ветви власти, условно говоря, град Конституции и исполнительная власть, они совершенно в разных концептуальных витарах целей находятся. Понимаете, да? А фактически, если бы исходить из понятия фрактальности и цикличности истории, это полностью повторяет ситуацию 1992-1993-х годов в нашей республике, как днистра. Насколько Башкирия, она и башкирский народ, которые я представляю, они очень заинтересованы в грандической интеграции, потому что следующий народ, который живет после русского, и одновременно Европа, и Азия, и Башкирия. И более того, понятие Урал, которое ценяет Европу, это герой нашего эпоса. А Волга и Дель, это его сын. Понимаете? То есть Урал и Поволжье, это зона интересов башкирского народа. И от состояния власти в Кремле, в Москве, и от степени интеграционных процессов зависит судьба Ураловича и Санарова. Понятно. Так вот, пока мы, россияне, не наведем порядок внутри страны, в плане, вот опять же, фрактальный подход, и будут сохраняться клановости, поздние аппаратные игры и подковерные интриги в Кремле и в прочих кабинетах власти, никакой интеграции говорить нельзя. Потому что люди из Киргизии едут в Башкирию, как казалось бы, на запад, а приезжают в феодальную баску, или приезжают, когда там у нас правил режим, условно говоря, мазутно на возле мафии, они приезжают и упираются в еще более патриархально, традиционные, страшные порядки. А сейчас вот этот режим был досрочно убран через проплату, опять же, в Кремле. И сейчас мы у нас институты банкиров. Представляете, сейчас вопрос стоит так. Вот у меня здесь стихотворение, если оно мне приснилось, просто процитирую. Башкир или банкир, война или мир? Представляете, да? То есть, вот это вот изобретение, это башкирская народа. Оно позволяет повысить доверительность отношений и избавляет от власти от банкиров, поскольку за счет доверия оборачивание расчетных единиц в 12 раз увеличивается. Понимаете? И это стареющие деньги, демеридж, позволяет резко усилить и производительство труда, и доверительность, но с другими социокультурными технологиями, интеграционные процессы внутри социума конкретного, деревни или производства коллектива увеличиваются. А исходя из, мы будем так, опять же, фрактальности строения мира, если мы социумолекулу цене, то мы соединимись с ними. Загносите, да. Поэтому здесь не хватает модели интеграции, я проектный подход прекрасно знаю, уровень личностного подхода, первое. Второе, от понятий и анализа финансовых товарных потоков и, опять же, рынков, которые обрушаются одной манипуляцией, раз, и будет у нас очередной дефолт, пятый, вот, если, да, и мы опять будем выбираться из-под обломков. Поэтому все эти построения, это командная пока мы от государственных интересов и клановых элитарных предпочтений отдельных государств мы перейдем к теории построения интеграции народов как семьи народов, не знаю, а, собственно, это позволяет сделать опыт большинства народов. Я обращаю внимание сейчас уникальные, ну, насколько уникальные, мы все слышали, Клесов, да, это габлоидные группы, то есть зов крови, условно говоря. то есть он считает, что арийцы это R1A, слышали? А европейские народы это R1B. Так вот, башкирский народ одновременно несет в себе где-то 52% это западная Европа R1B набор габлоидных групп, а 40 с чем-то процентов меньше это монголоиды и прочее. арийцы, как ни странно. Представляете, да? То есть это получается как раз зародыш или не зародыш, а остаток былой-былой. Уже интегрированности на родополеменном уровне касается, да? Поэтому без отхода назад, без отхода назад на уровень сакрально-мифологический и без изменения и трансформации на уровне сфолосовско-аксиологического то есть ценности. Людей менять в ценности прежде всего. Не всегда они выражаются в пример. Сознащитесь, да? Вот. Мы народы никак не объединили. Более того, вчера я был буквально на школе здравого смысла. Там достаточно известные персонажи выступали. Девятов, Китаевед, Гилья Джималь, Исламский коммунитет и Максим Шевченко. Он представил Руссианское. Даже внутри аварамическое учение идут такие споры. братоубийственные войны между Украиной и Юго-Востоком. Пока мы не научимся внутри России мирно целенаправленно работать на совместные проекты, еще и получится. А для этого надо как и лучше вернуться к амфологическому основу. И башкирский народ предлагает такой очень простой пример технологии. Это было заявлено на международной конференции телеконференции коренных народов мира. Это забота Уралу свободу и дыру. То есть в рапках ваших проектах в вашем институте есть коалиция спасения воды. И вот смотрите колыбель русского народа я беру русский народ как основной от воли и структуризм сознания представителей которого зависит судьба северной вразии. Если колыбель загажена и превращена цепь гниющих луж русский народ от слова русло не имеет русла и родины то о какой интеграции можно говорить. Я понял. Вот извините я увлекся за импровизацию пожалуйста я послушаю первый раз я тоже первый раз но извините я еще хотел добавить но ладно развяжусь пока что коллеги есть еще какие-нибудь замечания у меня есть Александр Петрович институт демографии миграции регионального развития по Узбекистану хотел бы пару слов сказать просто мысли вслух и делюсь ими с вами прозвучало что в Узбекистан входим в сторону евразийской интеграции да с одной стороны понятно это их степень взаимосвязи с Соединенными Штатами Америки изменение курса но с другой стороны такая мысль возникла что мы когда прошлой осенью начали Узбекистан немножко копать в плане стратегических инвестиционных проектов как можно с ними какие отношения выстраивать то вылезло интересный ну просто такие факты что оказалось что в Узбекистане есть промышленная политика это раз что они бьются за свой рынок именно в плане производства что они притягивают туда не просто отверточную сборку а и максимально полноценное производство откомплектующие до конечных изделий это раз а во вторых замкнутость валюты узбекской что в свою очередь способствует именно промышленному развитию потому что если внешний инвестор пришел скажем с каким-то сырьевым проектом даже тот же самый сотовый оператор он придет там развить сотовую связь но валюту он получит местность населения и созданы такие условия что ему интереснее вложить опять в какое-то другое производство развить и эти деньги конвертировать во что-то экспортное может быть что-то он будет этими инвестициями производить и экспорт пойдет в Россию в Казахстан и он тем самым вернет себе деньги вот интересный факт и никак не связанный с Соединенными Штатами Америки и так далее ни с какой геополитикой мне кажется вовлечение как раз Узбекистан в этом разрезе взорвет всю его идею Евразийского Союза и натолкнет на необходимость что действительно не только нефть надо обсуждать с Белоруссией а Узбекистан покажет что нет надо создавать собственный рынок и может быть опыт Узбекистана расширить на весь Евразийский Союз в этом контексте мне кажется Узбекистан неудобен в сегодняшней повестке евразийской интеграции Согласен Я согласен с тем что Узбекистан хороший пример страны которая ну так скажем оказавшись в ситуации развала начала 90-х взяла курс на построение крепкого сильного национального государства при этом скажем так политэкономически понимая что без промышленности с их уровнем темпами роста населения такое государство построить не возникли застрелизировать ситуацию не возникли конечно промышленная рулика она несколько ставит их в сторону по сути вот ну скажем сырьевых стран которые играют первую скрипку в том же Евразийском Европейном Союзе Россия Казахстан но вообще это интересный вопрос насколько сами представители Узбекистана могли бы как они вообще это видят потому что ведь с точки зрения ну особых отношений с США Узбекистан это все-таки действительно военно-политическое сотрудничество США сейчас там что-то квартира НАТО и так далее по логике вещей это не сильно должно противоречить экономическому сотрудничеству и в частности реализации совместных проектов я помню когда мы обсуждали Узбекистан узбекские коллеги говорили что у нас проводится тендер просто приходите ну то есть они Россия кстати проводятся тендеры много огромная сумма в принципе там энергетики везде просто приходите участвуйте побеждайте и реализуйте проект проблема в том что Россия на своей территории некому это делать можно ли склонить Узбекистан к работе так сказать с Москвой в смысле принуждения ее к смене внутренней политики это конечно большой вопрос ну и здесь действительно надо пробовать и здесь хочу еще добавить как раз практически был коллеги дали ссылку на тендер что Узбекистан хочет шинный завод построить у себя копнул пообщался письма отправил оказывается что шинные заводы в России убиты промышленность машин в России не может создать текущие заводы шикарные Омск шина например которая имела полную цепочку производства технического углерода до конечной продукции отдали пирели соответственно все технологии новые заводы которые у нас появляются под орехов и так далее импортные станки просто привозятся и оказалось что России нечего предложить Узбекистану для строительства машинного завода хотя казалось бы было бы шикарно сделать завод по сельскохозяйственной шины кстати которых не будет спора и в России по сельскохозяйству провал либо Китай либо Пирелли либо или Белшин или Белшин но Белшин может ли построить завод нет однозначно нет соответственно она может нарастить производство еще раз в два к нынешнему уровню это возможно построить вот вопрос получается евразийской интеграции что на Музбекистан тогда провал прав бывший премьер-министр Украины Азар когда говорил почему вы против евроинтеграции Украины Евросоюза если вы сами в Калуге производите немецкие машины и сами ничего не можете сделать этот вопрос к сожалению поставила только Украина технической самостоятельности России но к сожалению Украина Евразийский Союз и не стремится о Беларуси Казахстан эти вопросы острые и не ставят хотелось бы ну да они к сожалению самое интересное что они постоянно возникают на уровне конкретных вопросов проект допустим тут же очень интересная ситуация мне кажется в слиянии МАЗа и КАМАЗ ну по сути это конкурент МАЗа и КАМАЗа это одинакового класса примерно автомобили грузовые и если их объединять то их объединять для чего ну некий обмен технологиями укропнения неокровских так сказать структур а самое главное это совместный выход на внешний рынок но об этом даже никто то есть это даже не обсуждается потому что в принципе обсуждается то что по большому счету КАМАЗ поглощает МАЗ оставляет из существующих мощностей то что их интересует это там 2-3 цеха а остальное либо меняется на то что есть у КАМАЗа а КАМАЗ в свою очередь он же тоже находится в иностранной собственности по сути это даймер немецкий Ростех контролирует только 49% КАМАЗа вот ну либо это будет крупноузловая сборка значит то что КАМАЗ будет перселиваться естественно кому интересна такая интеграция надо тогда бороться со своими МАЗами до последнего пытаться бороться такой подход такая реакция возникает азербайджан почему же азербайджан конечно вопрос сложный связи с Арменией я честно говоря вам ну да с Турцией Иран дальше и так далее смешались куча вот честно говоря я предметно не готов обсуждать какой здесь вариант разруливания этой ситуации мне самому надо повспоминать наши тексты наработки потому что что-то публиковалось вот в этом контексте Азербайджан к Евразийскому Союзу совместно с Урзой ну это один вариант да это казахстанский так сказать ход такой но с другой стороны я считаю обсуждать надо не то как Азербайджан при снижении Евразийскому экономическому союзу так уж напрямую в конце концов может быть Азербайджан ну для того чтобы ему было интересно допустим входить в таможенный союз хотя бы не говорю я с полностью для этого у него должна быть промышленность помимо нефтяной для которой нужны рынки сбыта все в этом смысле очень просто а для этого надо что-то строить в Азербайджане и предлагать им что-то строить что можно продавать в России в Казахстане в России и так далее но это они и так продают в силу низких издержек транспорта и так далее у нас логика такая логика такая что надо предлагать конкретные проекты которые могут заинтересовать а потом обсуждать политические решения потому что дальше второй вопрос это конечно инфраструктура для Азербайджана если позже я добавлю немножко поскольку я как раз представляю Тюрков и вхожу как представитель башкистского рода в северную ассамблею пыльских народов ситуация заключается в том что если я критиковал Кремль как раздрай то Узбекистан возвращаюсь в коллегии он представит обратную картину там перепор с Каримом и две трети населения моложе 30 лет не знает куда сюда идти и вот этот поток неконтролируемый он растворяет этносы башкирские и татарские понимаете молодежь идет идентификация теряется рынке труда теряется и Россия чтобы опередить сработан напряжение должна специально невзирая на то что там США находится опять военный практически на гуманитарном начать этот интенсивный процесс потому что Ташкент опять надо включать человеческие измерения это узбекскую молодежь надо когда-то делать как вот нечерноземья осваивали узбекские ребята вот то же самое без этого без этого они растворят сначала башки потом татар потому что ну извините меня полтора миллиона башкир и шесть миллионов татар они просто исчезнут вот я просто он даже сообщает такую уникальность ну нет молодежь сохранит сюда потому что там делать нечет Карима дочка гульнара она абсолютно административная дама вот и все понимаете я с коллегами узбекистана проблему обсуждал они говорят возьмите нас пожалуйста и вот то что вы хвалите там я думаю думающие люди просто возмутятся когда скажут вот как хорошо в узбекистане там даже селитру на полях с помощью милиционеров сопротивляют чтобы не дай бог там ну такая хобби понимаете лидера поэтому там невозможная ситуация а что касается Азербайджана ну правящие элиты клана Алиевых хорошо на нефтедоллар пока они будут не плевайте у них уменьшена модель нашей а Турцию вы зря приплетаете потому что у Турции свои проблемы великого Турана никогда не будет но героический тюркский дух на просторах Евразии надо возрождать и мною в свое время 5 лет назад был предложен вариант Ватн предлагала пан-тюрксийскую модель под лидерством Турции я им предложил тюркский поиск евразийской стабильности вот на прошлом семинаре мы обсуждали шелковый путь вот казахи эту вот мою концепцию они вписались в китайскую идею и спокойно за китайские деньги строят свои дела Россия никак не пришла ну плохо что-то делать потому что у нас нет ни лидера ни наработанной концепции понимаете Иванов да я просто вернусь к наркотрафику можно это очень важная вещь потому что мои земляки уникальные люди как Георгий Милининский это ученый который разработал целый комплекс на вас и Марат Мусин который антикризисное управление отслеживание денег наладил да это все ребята из Уфы мы с ними продумали все концепции трансформации и ценностные и технологические все со мной но сейчас Марат Мусин четко тогда было выяснено на ожидание что к власти придет силовик Иванов но мы знаем как все было антилиберал Медвелев четко было прописано 251 банк который отмывает надпида в России и какая может быть интеграция Чуйской долины условно говоря афганского героина когда здесь крутится от триллиона до полутора триллиона денег основаны на этих смертельных смертельно опасных для нас вещей понимаете да вся тиргизская элита если она станет рядом на границе и таджикистанская они не с ним они попадали этим местным наркобором понимаете вот проблема в этом заключается опять же я может быть опечалю но ребята от штабных игр надо выходить на конкретные процессы и давить пока вот эти люди центр мцинаркотических операций ДКБ провел с 20-25 мая операцию везде которая была введена на 100 наркотиков кстати то есть процессы-то какие-то идут как раз но это же пресечения это вот завещающая гайка надо воспитывать вот чем хорошо у нас в Афганистане там жестко жестко контролируются подряды наркотиков в отличие от них поэтому вот да есть позитив но Россия Россия главная страна которая играет трой в том что для того чтобы ликвидировать афганское вернее проблему наркотиков необходимо ликвидировать центр нацепроизводства я согласен с вами вот эта идея но безусловно параллельно выстраивая систему национальной и социальной репутации пока мы в финансовой потоке не отсушим эти 250 банков российских понимаете потому что Эльвира Набиуллина начала совершенно ну не так с личных предпочтений а с точки зрения социальной значимости и вреда понимаете вот этих серых и черных каналов это вызывает опасения и Марат Мусин почему-то себя чувствует безопаснее в Сирии чем здесь понимаете это я знаю его разработки в соответствии с ВСК она в общем-то остановилась когда бульдову посадили все правильно все правильно это направление просто направляем конечно я не хотел об этом говорить но к сожалению горькое направление вот такая ситуация у нас к сожалению поэтому уважаемые коллеги я очень рад что вы очень масштабно дальновидно как лица и достаточно взвешенно обсуждают проблемы но пока мы не построим свою модель альтернативное социокультурное пространство основанное на человеческих измерениях у нас ничего не получится собственно говоря я готов участвовать полностью все наши наработки Емалиниевского и Марата Мусина они все у меня есть это у финцы хорошо спасибо спасибо большое есть еще замечания вопросы предложения нет ну тогда спасибо большое за внимание я очень доволен что мне надо сказать ну болело Андрей Мансорович можно вопрос задать Мальницкий это который Григорий это институт Георгий Георгий да 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 он зав. лаборатории мы его сейчас поняли по-моему да 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 правильно и там уникальный человек уникальный человек он владеет он периодически приезжает в Уфу и проводит семинары молодец не забывает родину еще раз как Малинецкий Георгий Геннадьевич ну Марат Мазидович внушим и все наслышанно сейчас вот и в Донецке и в Славянске репортаж живем большое спасибо тогда я вам раздам что есть можно я не на камеру зачитаю все-таки это стихотворение для того чтобы как говорится дума о новом тут приснились до мы и новой земле это стихотворение мне приснилось когда я посмотрел фильм Аватар помните там народ Нави да который оставил свою планету ну и мне поразилось что Нави это Иван наоборот понимаете да вот значит раньше думая родина лишь затем о себе Нави суть Иван жизнь то явь то обман человечество это народе а народ продолжение природы земля наша мать и нам выбирать наив или вина гулак или страна нажива или благо пустыня или влага мордва или масоны народ или персоны чуваши или мажоры хлебороб или обжоры темплиер или татарин трудяга или барин морей или маран человек или баран банкир или башкир война или мир Урал и Дельхумай скорее выбирай вот видите я за природосообразность и за интеграцию прежде всего природосообразных элементов как говорил Гамилюк народов а все остальное приложится надо искать общее и между славянскими народами не увлекаясь панславизмом потому что почему-то панславизм приветствуется а любой единственный тюркских народов сразу великий туран пантюркизм и так далее так и не бывает самая бесполезная панславизм очень правильно нащупан нащупан был зонбушный он был нащупан на Константином Леонтьевском в свое время а Леонтьев говорила что нужно не бояться азиатчины и турок нам полезнее чем чех допустим и слова мы же понимаем что Прага это столица определенных ребят которые благодарны Леонтьеву и поэтому в Прагу вкачено столько денег еврейского капитала так ведь поэтому мы к этому спокойно относимся все это понимаем разрешите прежде всего даме здесь как раз на обороте пять принципов предвыборных которые предлагал Путину начиная от молока ну и конечно Юрий Леонтьев пожалуйста вот можно можно пожалуйста пожалуйста вот все и я хочу сказать что по поводу можно я три минуты займу значит смотрите поскольку Сергей Борисович филолог он до того как стать большим большим генералом и кандидатом президента 2008 года я до сих пор жалею но мы знаем как заставили Путина Медведева либералом значит но суть заключается в том что он филолог я хочу сказать что в русской литературе три варианта развития событий с участием башкира упоминается это первое береги честь молодого капитанской дочкой где башкир говорил говорил вернее не говорил а принес письмо а у него кажется язык отрезан ну все закрывают вот это Петя Гринев смотрит башкир то вешает начальника гарнизона это первое это трагическая вещь когда элиту кончает полностью ну вот крестьянская война Пугачева началась из-за того что Екатерина отказалась принять указ о ликвидации пустых векселей и необеспеченных кредитов потому что лошадей забирали по 5-10 тысяч а возвращали пустые кредиты не обеспеченные деньги сейчас такая ситуация абсолютно дальше второй вариант это Лев Толстой самая ликвидация элиты когда жадный пахом поехал к тупым башкирам чтобы взять у них земли не знаете сколько много ли человеку земли надо не читали так вот ему сказал ну беги сколько бежишь за день столько возьмешь бежит 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 потом смотрит солнце назад и побежал назад на встрече солнца и захлебнул собственной крови вот сейчас вот вся наша шантропа либеральная побежала в Крым захватывать эти земли ничем не вяком вся вся российская от нас поехали все аваритюристы из башки я думаю вариант Толстовский самая ликвидация элиты наиболее предпочтительный и третий вариант третий вариант с участием башкира молчаливого тоже я говорил башкир кто читал самый знаменитый роман Пелевина Виктора Пелевина Чапаев пустота не читали там Петька Анка и Чапаев это совсем другие персонажи это философы и в самый критический момент появляется башкир который одинаково владеет и броневиком и глиняным пулеметом то есть мизинцем Будды который позволяет вскрывать вскрывать все наваждения уничтожать иллюзионный мир я поэтому пишу яфи или обман понятно да вот и приводит их наконец из мира ненависти и страха к Уралу Урал расширается условно река абсолютно любви и сразу же становится блок идите все идите на Урал мы выступаем место бою стальных машин где дышит интеграл с монгольской желтой ордой вот друзья интеграцию давайте начинать с Урала большое спасибо за внимание я золотомил ваше внимание но зато высказался спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание